Метод BEEP класса Console позволяет воспроизводить звуковой сигнал через динамики в приложениях, которые построены по шаблону Console Application. Этот метод перегружен и вот вы можете видеть, что у метода есть две перегрузки. Перегрузка без параметров и перегрузка, которая принимает два параметра типа INT или же системного типа SystemInt32. Первая перегрузка без параметров воспроизводит стандартный звуковой сигнал через динамики консоли. При этом по умолчанию используется высота звукового сигнала в 800 МГц и длительность в 200 мс. Вторая же перегрузка позволяет управлять частотой сигнала, а также его длительностью. Для этого как раз и существуют два параметра типа INT. Давайте рассмотрим первую перегрузку без параметров. Перейдем по ссылке. Итак, метод BEEP воспроизводит звуковой сигнал через динамики в приложениях, которые построены по шаблону Console Application. Вот вы можете видеть синтаксис данного метода. Он является открытым, статическим, принимает ничего и возвращает ничего. Вот единственное исключение, которое можно ожидать от вызова данного метода. Это исключение типа HOST, PROTECTION, EXCEPTION. Дело в том, что этот метод нельзя вызывать на таких серверных приложениях, допустим, как SQL Server, потому что он не разрешает доступ к пользовательскому интерфейсу. Как мы уже говорили, данный метод воспроизводит звуковой сигнал с частотой 800 Гц и длительностью в 200 мс. Поддерживается 64-битными выпусками Windows Vista и Windows XP. Ну и, собственно, дальше идет пример, который мы сейчас рассмотрим в Visual Studio. В примере существует класс SAMPLE и точка входа метод MAIN. На восьмой строке в примере создается целочисленная переменная типа INT с именем X и ей присваивается начальное значение 0. Дальше на десятой строке мы встречаем условную конструкцию, которая проверяет ряд условий. Как мы видим, тут используются три условия, которые объединяются с помощью логических операторов. И первое условие проверяет, что количество параметров, которые передаются в метод LANE в параметр args, равно единице. Следующее условие. Программа пытается из списка аргументов args достать первое значение, строковое значение, и преобразовать его к системному типу INT32. Результат этой операции парсинга будет записан в локальную переменную X, если это получится. Это же условие и проверяет, получилось преобразовать первый аргумент или же нет. И последнее условие проверяет, что то значение, которое было получено в переменную X, находится в диапазоне от 1 до 9 включительных. То есть фактически вся эта условная конструкция делает следующее. Она берет первый аргумент из списка аргументов args, преобразует это значение в число, записывает в переменную X и проверяет, находится ли заданное значение в диапазоне от 1 до 9. Если это так, то идет переход на 12 строку, в которой начинает отрабатывать цикл for, который заданное количество раз вызывает на консоли метод BIP. Количество раз вызова этого метода зависит от того, какое значение было присвоено переменной X на 10 строке вот в этом участке кода. Иначе, что может быть, если не получилось преобразовать первое значение списка args, или же если это значение не находится в диапазоне от 1 до 9, то в таком случае вводится следующее сообщение на экран консоли. Usage, enter the number of times between 1 and 9 to BIP. Теперь давайте зайдем в свойства данного проекта, зайдем в вкладку debug и введем аргумент командной строки. Давайте введем, допустим, значение 5. Запустим этот пример. Вот мы можем видеть, что действительно значение было преобразовано в число и, соответственно, программа заданное количество раз вывела звуковой сигнал, а именно 5 раз. Если мы еще раз перейдем к свойствам проекта, выберем debug и введем теперь аргумент командной строки 9, то, соответственно, наша программа сможет 9 раз вывести звуковой сигнал. Теперь мы вернемся на страницу MSDN и рассмотрим вторую перегрузку метода BIP, перегрузку с двумя параметрами типа int. Эта перегрузка позволяет воспроизводить звуковой сигнал с заданной частоты и заданной длительностью звучания. Можете видеть синтаксис данного метода. Вот два параметра, frequency. Первый параметр задает частоту и второй параметр duration, который задает длительность звучания в миллисекундах. От этого метода можно ожидать исключительные ситуации двух типов. Argument out of range exception и host protection exception. Исключительная ситуация типа host protection exception будет возникать в том же случае, что и при работе с первой перегрузкой, которая не принимала параметров. А вот исключительная ситуация типа argument out of range exception может возникнуть в двух случаях. Давайте посмотрим. Какие-то случаи. Первый. Значение параметра frequency частота меньше 37 Гц и больше чем 32 767 Гц. И второй случай. Вторая причина. Если значение параметра duration меньше или равно нулю. Ну, конечно же, длительное звучание звука не может быть меньше нуля. Потому что это не имеет никакого смысла. И давайте посмотрим на это примечание. В данном примечании авторы MSD нам хотят сказать, что параметры frequency и duration будут игнорироваться такими операционными системами, как Windows 95, 98, 98 second edition и Windows millennium edition. Дальше можем видеть пример, который мы сейчас разберем в Visual Studio. Давайте вернемся в Visual Studio и перейдем ко второму примеру. Тут же можно запустить пример. И услышать красивую мелодию, которая будет воспроизводить консоль. Сделаем второй проект стартом для этого решения. И запустим его. Слышали, как производится некая мелодия. Теперь давайте разберем, как этот пример работает. Для того, чтобы воспроизводить эту мелодию, нам потребуется создать ноты в нашей программе. Потому что иначе это будет сделать довольно-таки сложно. Давайте посмотрим вторую часть примера, которая начинается с 44 строки. 44 строка создается защищенное перечисление с именем Tone. В этом перечислении будут храниться различные ноты. Давайте посмотрим на элементы перечисления. 47 строка. Элемент GBLogC. Это нота Соль, которая соответствует частотам звучания 196 Гц. Дальше нота Ля, которая соответствует частотам звучания 220 Гц. Дальше видите другие ноты, которые мы представили. Нота Ля диез, Си, До, До диез, Ре, Ре диез и так далее. Также в 63 строке у нас создается еще одно перечисление, которое будет, вернее элементы которого будут задавать длительность звучания ноты. Нота по длительности может быть целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая, тридцать вторая и так далее. Вот в этом перечисление как раз и определяются длительности звучания нот. Видим элемент whole, задает длительность звучания целой ноты half, половинной ноты quarter, четверть, eighth, восьмая нота, сикстин, шнадцатая нота. Теперь, имея различные ноты и их длительность звучания, можно действительно создавать небольшие музыкальные фрагменты. Ну а сами ноты будут в нашей программе представляться в виде экземпляров структуры note. Эта структура находится на 74 строке. В структуре есть два поля, tone-well и duration-well, то есть каждая нота имеет частоту звучания, тон, и имеет длительность звучания. В структуре note есть конструктор, который позволяет инициализировать два поля, а также есть два свойства, note-tone и note-duration, для доступа к полям соответственно. Теперь мы можем перейти к рассмотрению метода play и к рассмотрению тела метода main. Начнем с тела метода main. Простите, метода play. Этот метод ждет от нас набор нот, массив нот. Вот его единственный параметр. В теле метода на 33 строке организуется цикл for each, который перебирает входной массив. И начинает постепенно проигрывать ноты. Обратите внимание, в цикле for each, каждая нота проверяется, что она не является паузой. Rest значит пауза. Если это пауза, то, соответственно, поток, в котором работает приложение, засыпает на заданное количество миллисекунд, которое диктуется вот этим свойством note-duration. Иначе, если это не пауза, то в таком случае вызывается метод beep на классе консоли. Соответственно, воспроизводится звук нужной частоты и нужной длительности. Теперь переходим к телу метода main. На 10 строке мы создаем массив с элементами типа note. Мы создаем последовательность note. Что это за ноты? Вы можете видеть с 12 по 24 строку. Первая нота в мелодии B, quarter, четверть. 13 строка. Следующая нота. Нота ля, также четверть. Следующая. Соль, четверть. Ну и так далее. Можете посмотреть. И в комментарии к этому примеру даже сказано, что вот эта последовательность нот соответствует мелодии вот такой песни Mary at a Little Lump. Давайте еще раз запустимся. Вот как звучит эта мелодия. Продолжение следует...